Россельхознадзор против автогонщиков. Надзорное ведомство выписало штраф областной автомобильной федерации с формулировкой за использование сельхоз земель не по назначению. Речь идет о 160 гектарах земли вблизи поселка Курумыч, где в феврале прошел чемпионат России по зимним трековым гонкам. Инспекторы утверждают, на месте гоночных трасс были плодородные поля, на их восстановление потребуется сотни лет. У автогонщиков свои доводы. Алена Алешина пыталась разобраться. На этих землях в ближайшие три года может вырасти гоночный комплекс, аналогов которому в России нет. Президент автомобильной федерации Вячеслав Малеев показывает амбициозный проект. Его разрабатывал архитектор Формулы-1 Герман Цильке. Несколько трасс, центр контраварийной подготовки для МЧС, пожарных и неотложки, а еще гостиницы, паркинги, рестораны. Все это привлечет деньги в регион, уверен автогонщик. Во всем мире, где есть производство автокомпонентов и автомобилей, там обязательно есть и то, где это можно попробовать. Кто-то будет шить майки с надписью «Самара». Кто-то будет здесь осуществлять прокат автомобилей, кто-то будет ремонтировать машины, которые здесь все равно будут ломаться, резаться и так далее. То есть это целая индустрия. Первую трассу построили в рекордно короткие сроки, за два с половиной месяца. Ее официальным стартом стал чемпионат России по зимним трековым гонкам в феврале. Звезды российского автоспорта и международные эксперты трассу оценили. Место для трассы «Самара-Ринг» выбрано не случайно между Самарой и Тольятти, недалеко от аэропорта Курумыч. Казалось бы, удачная транспортная развязка, живописная природа и манящие перспективы. Но не все так радужно. Житель поселка Курумыч Юрий Подольский вспоминает, эти поля еще пару лет назад приносили урожай. Кукуруза одно время была, потом, по-моему, азимые вот были, проезжал мимо. Подсолнечник одно время был. Это не заброшенные земли были, они обрабатывались. И птиц в сабрике, и после нее. Какое-то, ну, разбазаривание, просто сельхоз земель. Если вот так вот, ну, чисто поселовечь. О том, что поля, по которым теперь гоняют спорткары, должны приносить отнюдь не спортивный урожай, уверены и в Россельхознадзоре. Инспекторы зафиксировали. Плодородный слой тысячелетиями создававшийся на пашне разрушен. Земля предназначена для производства сельскохозяйственной продукции. Не для чего более. А мы здесь видим уже построенную трассу автодрома. С большим объемом проведенных земляных работ, с перемещением плодородного слоя. Подписание одно. Восстановить эту землю. Им придется разрабатывать проект рекультивации. И восстанавливать. Россельхознадзор неоднократно пытался встретиться с хозяевами Самары Ринга. Но те на осмотр не являлись. А на официальное письмо ответили. Никаких земельных работ не проводили, почву не портили. Однако штраф надзорному ведомству заплатить все же придется. 50 тысяч рублей. В такую цену обойдутся хлебородные гектары. Автомобильная федерация готова жертвовать озимами ради развития других отраслей экономики. Мы сегодня строим особую экономическую зону. Мы что, ее строим? На Луне, что ли? Мы ее строим так же в поле. Мы для себя поставили приоритеты и сказали, что нам нужно, чтобы сюда пришли промышленные предприятия, развивали нашу экономику, экономику нашего региона. Платили здесь налоги. Создавали рабочие места. Это тоже такой же проект. Какой из приоритетов? Предпочтительнее. Пока ответить на этот вопрос не могут ни аграрии, от которых ждут богатого урожая, ни промышленники, думающие об инвестиционной привлекательности региона. Алена Алешина, Олег Айдаров, Александр Дудко. Новости губернии. Волжский район.